Раф, я хотел задать вопрос, что является точкой любви к ближнему. Точка любви к ближнему находится в каждом человеке. Она не присутствует в неживом растительном животном, а только внутри говорящего. Есть люди, которые более чувствительны, к своей точке в сердце, насколько она действует и требует какой-то реакции со стороны человека. А есть люди, которые не очень пока чувствительны к ней. По сути дела, с течением времени, поколений, мы все больше и больше развиваемся, как мы видим на уровне говорящего. Когда-то мы были более дикими людьми, потом более развитыми, в разуме, в чувстве, в построении общества, в разного рода отношениях между нами. И так мы развиваемся. В соответствии с этим, мы уже начинаем видеть себя действительно, насколько мы насколько мы преуспеваем и понимаем, насколько в мире есть не только еда, секс, семья, есть еще более высокие уровни хиссарона. И начинаем приходить к ним. И мы видим, что это, по сути дела, пять уровней и даст их семья деньги, почести, знания. Так мы действительно развиваемся по ним, и мы видим, что мы даже можем разделить нашу историю на эти уровни. И даст секс, семья, деньги, почести, знания. А потом уже приходит божественное. Сегодня мы находимся уже на высоких уровнях человеческого развития. еда, секс, семья – это естественные вещи, которые развиваются в нас на естественном уровне, животном, эгоистическом, простом, понятном нам для потребностей тела. И мы не можем оставить их, но деньги, почести, знания – это уже относится к ощущению ближнего. как я соединяюсь с ближним для покупки, продажи за деньги, почести, насколько я уважаю его, может быть, чтобы он уважал меня и так далее. Это тоже как деньги, какая-то монета, почести, а потом семья, насколько она дорога человеку. И это все только вроде человеческом. И да, секс, семья, деньги, почести, знания. но потом из этого развития наступает у нас также развитие, когда мы спрашиваем себя, почему, зачем, чего, ради мы должны развивать эти свойства. и когда мы начинаем спрашивать это, тут у нас есть разные методики, как мы должны успокаивать себя, заставлять себя молчать, и так мы все-таки можем продвигаться все больше и больше. Мы находимся с вами в состоянии когда по сути дела все эти уровни это уровни предшествующие духовному уровню и после всего этого развития, которого мы достигаем и потом входим на духовные уровни. Это уже обратная форма. И на прошлых уровнях тоже, когда мы развивали себя в еде, сексе, семье, деньгах, почте знаниях, в этом тоже мы уже начинаем отдаляться от себя в чем-то готовы сменить одно на другое. Но когда мы завершаем эти уровни еду, секс, семью, деньги, почты, знания, знания это уже относится за телом. У нас нет в этом никакого телесного наслаждения. Мы в этом хотим наполнить себя с помощью знаний этого мира. И поэтому это называется уже уровень между животными уровнями и человеческими уровнями. Ну, так далее. Как это называется смотреть на точку любви к ближнему? На что ты конкретно смотришь? Когда я смотрю на любовь к ближнему, я вижу, насколько эта вещь выше меня, что от меня требует что-то, что оторвано от меня. Что у меня есть от этого? Почувствовать хорошо от этого я не могу, потому что я люблю ближнего. Я в этом как бы воздействую отдаю ближнему хорошо. Хорошая. И что у меня есть от этого? Мы не можем. Мы можем лишь при условии, что этот ближний близок ко мне, дорог мне, наши дети, товарищи и так далее. Но не просто так ближний. Ближний называется, что у меня нет к нему никакой связи с ним никакой связи, кроме того, что я могу развить эту связь с нуля. Когда я не завишу от него, он не зависит от меня, а для того, чтобы прийти к более высокому духовному уровню, о котором мы не знаем, не чувствуем, а в том мире, в котором мы соединяемся в таком виде друг с другом, тогда мы раскроем, что называется любовь к ближнему.